Счастливый человек это увлеченный человек. Здравствуйте, друзья! Сегодня я хочу продолжить тему плетения кашпо из ротанга. Это занятие оказалось настолько увлекательным, что попробовав раз, остановиться уже невозможно. Подготовила все необходимое для начала работы. Соединяю начало и конец ленты стоек при помощи паяльника. В этот раз я решила немного по-другому начать плетение. Хочу сразу спрятать кончик рабочей ленты за стойку. Рабочую ленту завожу под стойкой, над стойкой и под двумя стойками. Ротанг имеет форму полутрубки, поэтому он хорошо цепляется за бортик на дне ведра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор 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 А.Кулакова Очень аккуратненько. И нет торчащих концов, которые постоянно за что-нибудь доцепляются. Поскольку ротанг немного жестковат, буду проплетать над стойкой, под стойкой и так каждую ленту. Продолжение следует... Проплела большую часть кашпо один через один, а в этом месте я хочу изменить немного узор. Плести над двумя и под одной. Три круга, думаю, будет вполне достаточно. Вот так это выглядит. Смотрится, по-моему, неплохо. Дальше буду плести, как и в начале, один через один. То есть над стойкой и под стойкой. Этим ротангом плести немного сложнее, чем полумесяцем. Но форму он держит значительно лучше. Прячем кончики и очередное кашпо готово. Здесь воспользуюсь вот таким способом. Лента выходит из-под стойки, не доходя следующей обрезаю и прячу ее под ленту до щелчка. Вот и все. Вы даже не представляете, с каким колоссальным удовольствием я плету эти замечательные кашпо. На этом я буду заканчивать свое видео. Пробуйте, плетите и у вас все обязательно получится. И помните, ковчег строил любитель, а Титаник профессионалы. Все, всем пока-пока. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!